Чао-чао! Я сегодня с опиролем. Буду вам рассказывать про книги, которые меня ждут. На самом деле у меня очень много книг, которые ждут своей очереди для прочтения. Я люблю, когда у меня есть большой выбор, когда я могу подойти к своей полке с книгами, где встают все новые книги, и что-то выбирать по настроению. Вообще я очень люблю читать, за мной находится моя огромная такая полка, либрерия, книжный шкаф, но там в основном все по итальянскому языку. Эти книги у меня в такой моей библиотеке, которая накопила за долгие-долгие годы преподавания. И есть у меня небольшая библиотека, вот там, где стоят книги, которые я накупила, они ждут своей очереди. Я после прочтения книгами с удовольствием делюсь своими подписчиками, поэтому, если вы не подписаны в инстаграм на меня, подписывайтесь. Каждый месяц я 4-5 книг отправляю абсолютно бесплатно тем, кто пишет в комментариях, что нравится какая-то такая книга или такая из предложенных. И, пожалуйста, они ваши. Я их отправляю бесплатно в любую точку России, потому что я уверена, что книги живут так долго, пока их читают, так долго, пока они наслаждаются, их открывают и ими живут, потому что в каждой книге есть что-то интересное. Сегодня хочу поделиться книгами, которые меня ждут. Я не знаю, про что они, поэтому буду рассказывать то, что мне кажется, почему я их купила, почему решила, что вот эта книга должна быть на моей полке и ждать своей очереди. Начну с итальянской книги. Я ее не покупала, мне ее дали почитать. Называется «Оливе компрезе», «Оливки включены». Здесь роман, он исторический роман, разворачивается в 20 веке во времена Муссолини итальянского фашизма. Очень интересный вообще период в истории Италии, потому что мы Италию сейчас представляем как такую страну, которая развита, где море, где Дольчевита, где пьют Апероль. Но на самом деле Италия прошла огромный путь становления и в 20 век совершенно по-разному раскрыла эту страну. Она начинала бедной страной, где по-идальянски в начале 20 века говорила всего 2% населения, где была аграрная страна, где массово люди уезжали из страны, потому что жить там было невозможно в основном в Америку. Но вот за 100 лет, даже за 50 лет Италия продалила огромный путь и здесь как раз рассказывается про времена фашизма. Дальше у меня есть такая книга «Подчинение авторитету». Мне она очень понравилась, мне очень нравятся такие, у меня их несколько книг, видите, небольшие, в мягкой обложке, достаточно такого простого оформления, стоят они тоже недорого. Мне нравится, что их можно всегда взять с собой почитать, хоть куда ты идешь, едешь в трамвае даже, летишь на самолете, где-то сидишь, пожалуйста, занимает немного места и всегда актуально. Я в книгах ничего не подчеркиваю, когда читаю, пользуюсь многоразными стикерами и потом выписываю все идеи, которые пришли мне в голову в свой читательский дневник, о котором я уже рассказывала в предыдущем видео, про свои блокнотики. С каждой книгой я веду диалог. Если с автором мы находим общий язык, я пишу какие-то свои примеры из жизни, если же что-то не нахожу, то пишу тоже свои примеры в обратном ключе, что нет, я с ним не согласна, так и так и так. «Подчинение авторитету научный взгляд на власть и мораль». Вообще, это известно очень, здесь речь идет про известный эксперимент, где группу, одну группу людей переодели в охранников, другую группу людей, студентов переодели в заключенных, поместили их якобы в ображаемую тюрьму, и как вот эти вот роли повлияли на людей, как они стали совсем по-другому себя вести, то есть как, почему мы подчиняемся авторитету, почему мы ведемся на какие-то моменты. Я думаю, что будет очень интересно, вот этот эксперимент меня вообще завораживает, я считаю, что ты когда один, ты один человек, только тебе попадаешь в какую-то компанию даже одного другого человека, ты абсолютно меняешься, попадаешь в компанию многих людей, ты меняешься еще, поэтому здесь очень так интересно. «Переломный момент, как незначительные изменения приводит к глобальным Мальком Гладуэлл». Я уже читала этого автора, мне очень понравился, и вообще вот эта вот идея, маленькие шаги приводит к большим результатам, это вообще моя идея по жизни, потому что я вот сама адепт этой идеи, что невозможно проснуться другим человеком ни в лучшую сторону, ни в худшую сторону, то есть ты и какие-то хорошие моменты своей жизни постепенно создаешь маленькими шагами, так ты и там, допустим, да, скатываешься, набираешь вес, уходишь в плохие отношения тоже постепенно, да, ты когда уже потом смотришь, как же это до такого дошел, а оказывается, ты сделал для этого очень много шагов, поэтому маленькие шаги, но большие результаты. Я думаю, что это будет об этом книга. «Гены, наше тело, общество» Роберт Сапольский. Здесь тоже Роберт Сапольский, в принципе, очень известный автор, и всегда, когда я вижу знакомого автора, какая-то работа, которую я не читала, всегда беру, не гляну, думаю, ну, если мне один раз понравилось, то уже точно тут пойдет, что надо. Совсем небольшая книжка, 244 страницы. Вообще меня очень интересует, и вы увидите по другим книгам, которые меня ждут, наше становление, как людей, как мы живем. Неизгладимое впечатление на меня, произвели книги «Игры, которые играют, игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры», потому что я до этих книг думала, что мы такие все уникальные, живем и мыслим как-то по-особенному, так ты читаешь сценарии, которые реально мы применяем в своей жизни, как мы ведемся. Вот это просто невероятно. То есть на книгах есть уже просто все ответы, надо найти эти книги и прочитать их в правильный момент своей жизни, естественно. Дальше. Андрей Берсон, «Творческая эволюция. Великие идеи». Вообще творчество мне тоже очень близко. Я считаю себя таким наполовину творческим человеком. Мне приходят разные идеи, я люблю что-то зарисовывать, считаю, что у меня такой нестандартный подход тоже к обучению, я люблю придумывать разные задания, проводить занятия нестандартно, поэтому я все творчество рассматриваю с той стороны, как же я могу это применить все в жизни своей реальной. Надеюсь, что что-то интересненькое здесь я увижу. Следующая книга — это «Байологи. Влекательное путешествие в мозг современного потребителя». Эту книгу мне подарила моя подруга Маша. Здесь, судя по освещению, потому что написано на корочке, расскажут, как же так нами управляют в магазинах и почему нас заставляют покупать те или иные товары. Мы все в обществе потребителей живем, поэтому никуда нам не деться. Седьмое чувство под знаком предсказуемости, как проигнозировать, управлять изменением в цифровую эпоху. Не знаю, как она мне поможет. Купила я ее фамилии. Большая такая книга, достаточно внушительная, тяжеленькая, с загладочкой. Ну, посмотрим. Вообще считаю, что управлять чем-то очень сложно, потому что у нас будут свои планы, а у жизни, как нам показалось, какие-то другие события совершенно свои. Вот такая вот запечатанная книга Альберта Сафина. Я люблю Альберта Сафина, люблю его видео, люблю его канал. Последовательно, постоянно проговаривает одно и то же разными словами. Очень классные у него разборы фильмов, интервью, передач. И он уже написал, мне кажется, четыре книги. Это вот третий Альберт Сафин «Игры с разумом. Принцип оптимального мышления для бизнеса, карьеры и личной жизни». Заказала я ее на Озоне. Она пришла, пока тоже ждет своего часа. Видите, еще запакованная. Надеюсь, на интересное чтение. Как мы едим? Как противостоять вредной еде? Научиться питаться правильно. Очень такая большая книга. Смотрите, толстенькая. 428 страниц. Я к своему питанию шла долгое время. До сих пор идут к своему идеальному питанию. Про него рассказывала в других своих видео. Как я питаюсь, почему я не ем мясо. И мне очень нравится вкусно поесть, красиво поесть. Вообще, еда – это одно из наслаждений в моей жизни. Поэтому я всегда исследую тему еды. Что же можно еще приготовить? Как же наш организм переваривает еду? Что он с ней делает? В общем, я надеюсь получить еще вдохновение. Как мы едим? Очень такая книга. Классная. Но посмотрите, видно или нет. Здесь разные насекомые. И называется «Не один дома». Она не понравилась, но я побаиваюсь ее читать. Потому что здесь, судя по описанию, нам расскажут, что у нас, что. Кто у нас живет дома, в нашем доме, кроме нас. Про клещей, про всяких этих пауков. Ну, про пауков. Пауков я не боюсь, конечно, всяких таких, но вот этих вот маленьких-маленьких штучек. Не знаю, как это будет все. Страшновато, но надо прочитать. Опять же, с другой стороны, прочитаю и узнаю, что в каждой, не знаю, в каждой пылинке содержатся какие-то клещи полевые в подушках. Не смогу спать. Буду себе придумывать. Посмотрим. Дальше. Остались одни. Крис Стрингер – единственный вид людей на Земле. Как я уже говорила, мне нравится вообще эта идея эволюции, идея, почему человек остался один из всех остальных, да, людоподобных людей, человекоподобных людей. И еще какие-то разные теории. Вообще, сейчас очень много книг на эту тему. Опять же, на эту тему «Удивительная эволюция. Биологическая история Земли. Невероятных превращениях и мутациях организмов». Тоже, мне кажется, очень интересно, как природа реагирует на разные изменения, климата и ландшафта и всего-всего. Очень интересно. «Комично, как все химично». Очень красивая такая обложка. И здесь, я думаю, будут нас знакомить с химией в нашей жизни. Вообще, я очень рада, что в последние годы появилась такая тенденция, где интересные моменты биологии, химии, физики, то, что мы изучали в школе и то, что нам казалось вообще ненужным или каким-то неинтересным. Авторы, специалисты по данным темам рассказывают. Очень интересной манере, очень интересной подаче. Поэтому, хотя химия с химией не дружила, но думаю, что будет очень интересно. А также я очень люблю Вячеслава Дубынина. У него очень классные видеоролики на YouTube про мозг. И вот такая книжка у меня есть, подаренная «Мозг, его потребности», где он собрал, я думаю, что все, что есть, все, 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 все. Она у меня уже такая вот в работе. «Квадратура круга проективной вселенной». Здесь у нас Леонардо да Винчи. Я эту книгу ввела на полке книгообмена в университете, как и Иван Гога. У нас в университете есть полки книгообмена, где ты можешь принести, оставить свои книги, которые тебе уже не нужны, которые ты уже прочитал, и взять любые, которые стоят там. Я взяла Леонардо, я взяла Ван Гога. Ван Гога я обожаю. Здесь, конечно, очень сложно читать. Я не люблю, когда такие маленькие буквы, потому что книга напечатана давно, в 80-м году, то есть в 90-м году. Раньше как-то не думали об удобстве людей, что надо буквы баба больше делать. История о нас, как мы стали людьми, путеводители по эволюции человека. У меня уже по эволюции сколько книг только лежит, а сколько у меня еще прочитано. И мне все интересно, как же мы такие вот живем. На самом деле очень интересно, да, потому что у нас никаких в нашей способности только что-то придумывать. Дальше. Дом Гуччи. Маше мне подарен вот такой вот красивый том, еще пока ни до него не дошла. Это известная история, по которой был снят фильм, как про Гуччи не прочитать. Слова, которые изменяют сознание. 14 способов показывать влияние без уловок и манипуляций. Ну не то, чтобы я хотела на кого-то оказывать влияние, просто все наше общение заключается в том, чтобы мы смогли донести свою мысль и правильно ее сформулировать. Надеюсь, что книга мне поможет. Потому что на самом деле слова очень важны. Словами мы можем ранить. Я очень часто думаю о том, что, допустим, я как преподаватель, допустим, в университете часто могу ранить ребят какими-то своими осторожными, едкими порой замечаниями. Поэтому постоянно над собой работаю и хочу этих случаев избежать. Сунь-зы. Искусство войны. Я ее купила в Ашане, потому что она слышна об этой книге, что не про войну здесь, конечно же, идет речь, а тоже про взаимодействие, как выходить из конфликтов, как в них не заходить. Что за рыбка в вашем ухе? Удивительные приключения перевода. Тоже область моего познания, моего изучения и моей деятельности. Интересно взаимодействию с языком, понимать, как переводят, какие интересные случаи бывают. Ну это такое, мне кажется, книга для своих. Хорошие и плохие чувства. Почему эволюция допускает тревожность, депрессию и другие психические расстройства? Такая толстая книга. Сколько? 530 страниц. На самом деле, да, говорят, что депрессию организм и природа не зря запустили, и вообще наша осторожность, вот это вот, да, то, что мы боимся что-то делать, тоже нам даны не зря эволюции, чтобы мы себя сохранили, а не просто со скалы бросались куда-то и всё, и умирали, да, поэтому посмотрим, о чём тут речь. Тоже психология меня очень интересует. Надеюсь, очень интересное сочтение меня ждёт. Мозг Леонардо, постигая гений и да Винчи. Действительно, да Винчи же это гений. Как он 500 лет назад, какие идеи он вообще воплощал, придумывал. Вертолёт, велосипед, будильник. Но это просто невероятный человек, как он жил. Я уверена, что уже сколько всего придумано и за него, но почитать ещё одну версию будет очень здорово. Я вообще про двух художников читаю, бесконечное количество книг, всё, что нахожу, это Ван Гог и да Винчи. Мотивация на 100%, а где же у него кнопка? Здесь у нас тоже про мотивацию. Я знаю, что я достаточно мотивированный человек, я дисциплинированный человек. У меня с режимом всё хорошо, с мотивацией всё хорошо. Но это хорошо почему? Потому что я продолжаю читать эти книги и находить какие-то ещё поддерживающие элементы для меня. То есть то, что я прочитала одну книгу по мотивации, замотивировалась и вот такая вся в 5 часов в утра стою каждый день, бегаю, спортом занимаюсь, тут ем, после 6 не ем какие-то ещё такие предпринимаю действия. Естественно, нет. И постоянно читаю книги, что ещё сделать, как ещё себя замотивировать, как ещё себя подтолкнуть. В общем, это вечная у меня тема моя. И последнее, тотальный диктант. Просто интересные тексты, думаю, так ещё не дошла, про тотальный диктант. Это были все мои книги, которые ждут меня. Ну, на самом деле, не все, там ещё какие-то были. Я выбрала самые интересные. Надеюсь их прочитать. Постоянно пополняются, но не то, что бывает, они меня ждут, я их вся прочитаю, потом буду покупать новые. Конечно же, нет. Я их потихоньку читаю, отправляю, потихоньку покупаю новые. Одни ждут меня уже больше года, другие сразу же я их читаю. Поэтому муха к нам присоединилась вот как раз к теме о книге, что не один дом. Вот тут дома целая вселенная. Спасибо, что посмотрели обзор. Делитесь своими интересными книгами, которые вы прочитали и нас настоятельно рекомендуете. Чао!